Жадность и глупость Жадность – отрицательная черта характера, желание присвоить всё себе одному. Глупость – умственная ограниченность, неспособность к здравому рассуждению. Давайте узнаем, как был наказан заказчик за свою жадность и глупость. Но вначале давайте узнаем, как читается слово. «Конечно!» – читается «Конечно!». Армянская сказка. Заказчик и мастер. К мастеру, который шьёт шапки, пришёл заказчик. Принёс он отвесчую шкуру и попросил шить из неё шапку. «Хорошо!» – согласился мастер. «Сошью!» Идёт заказчик домой и думает. «А ведь эта шкура не так уж мала. Может, удастся выкроить из неё две шапки?» Вернулся он к мастеру и спрашивает. «Скажи мне, дорогой, а нельзя ли шить из этой шкуры две шапки?» «Почему бы и нет?» – ответил мастер. «Можно!» «Так шить две шапки!» – сказал заказчик и ушёл. Шёл он, шёл, думал, думал, опять вернулся и спросил. «Дорогой, а нельзя ли шить из этой шкуры три шапки?» «Почему бы и нет?» – ответил мастер. «Можно и три!» Обрадовался заказчик и спрашивает. «А четыре сошьёшь?» «Сошью и четыре!» – заверил мастер. «А пять?» «Сошью!» «Тогда шей мне пять шапок!» Ушёл заказчик, но вскоре опять вернулся и спросил. «Дорогой, а нельзя ли шить шесть шапок?» «Как скажете, сошью и шесть?» «А семь?» «Нет, восемь шапок!» «Почему бы и нет?» «И восемь сошью!» – ответил мастер. «Тогда, дорогой, с шей мне восемь шапок!» «Хорошо, сошью восемь!» «Приходи за ними через неделю!» Пришёл заказчик через неделю. «Готовы мои шапки?» «Конечно!» – отвечает мастер. «Вынес он восемь маленьких шапочек. Не на голову их надевать, а на кулак!» «Это что такое?» – удивился заказчик. «Это шапки, которые ты мне заказал!» – ответил мастер. «Это как же! Мне такие маленькие не нужны! Что мне с ними делать?» «Ты же сам хотел из одной шкуры восемь шапок сшить!» Забрал заказчик восемь маленьких шапочек, идёт и думает. «Почему же шапочки такими маленькими получились?» «Почему?» «Ответьте на вопросы!» «Назовите главных героев сказки!» «Заказчик и мастер!» «Что попросил сшить заказчик?» «Шапку!» «Сколько всего шапок было сшито мастером?» «Восемь!» «Что уменьшалось при увеличении количества шапок?» «Их размер!» «На что можно было надеть сшитые шапки?» «Только на кулак!» «Какой вопрос задавал заказчик, идя домой?» «Почему же шапочки такими маленькими получились?» «Ответьте на вопрос заказчика!» «Чем больше количество шапок, тем меньше их размер!» «Что высмеивается в этой сказке?» «Жадность и глупость заказчика!» «В чем проявилась жадность?» «В количестве шапок!» «В чем проявилась глупость?» «Он не смог понять, почему шапки такие маленькие!» «Прочитайте пословицы о жадности!» «Какая из них подходит к этой сказке?» «У жадного корки не выпросишь!» «Что жадному в руки попало, то и пропало!» «Лишнее пожелаешь, последнее потеряешь!» «Пожелал лишнего наш заказчик, вот и остался без шапки!» «Так были наказаны жадность и глупость!» «К какому виду сказок можно отнести сказку заказчик и мастер?» «К бытовым!» Наш урок окончен. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова